Добрый вечер. Григорий Григорьевич, начнем с вас. По вашим оценкам предварительно, что произошло, что могло стать причиной той трагедии, которая случилась? Ну давайте начнем с того, что это, во-первых, произошло ночью и очевидцев вот этой трагедии нет. То есть в первую очередь нет ни водителя фуры, который погиб, и погибли два водителя автобуса. Те, которые могли бы нам пояснить. Я думаю, пояснение будет тогда, и мы точно будем знать, что произошло на дороге, когда будет прочитан диск видеонаблюдения, которые стояли на автобусе. Там стояли две видеокамеры. Одна наружная, другая внутренняя. То есть действия водителя автобуса и поведение автобуса на дороге. Этот диск находится сейчас в Следственном комитете, и Следственный комитет ведет следствие по этому вопросу. Со своей стороны, как Ространснадзор, мы в субботу зашли с проверкой данное автопредприятие, которое осуществляет пассажирские перевозки. Это ООО «Автоколонна 1967 Север». И третий день ведем работу в этом направлении. Результатов, я так думаю, что к концу недели будут результаты нашей проверки. Есть ли там нарушения в области безопасности перевозок пассажиров в отношении автомобиля? То есть своевременно ли проводилось техобслуживание автомобиля? Своевременно ли проводилось сервисное обслуживание автомобиля? Как автомобиль проходил предрельсовый технический осмотр? То есть техническое состояние запросили диагностические карты, потому что у этого предприятия есть инструментальный контроль, то есть невизуально. То есть мы все понимаем, что у многих предприятий ответственность за выпуск, он чисто визуально осматривает. Здесь проводят инструментально. На предрельсовый технический осмотр в этом предприятии отводится полтора часа. Это по автомобилю. Также мы сейчас проверяем в отношении водителя. Ну да, потому что очень многие обсуждают, что якобы они устали, уснули. В отношении водителей. То есть своевременно ли они проходили медицинское обследование? Затем проходили ли они стажировку на этом маршруте? Не был нарушен порядок проведения стажировки? Также проверяем, проходили ли соответствующие инструктажи водители. Также проверяем, повышали ли свою квалификацию водители. То есть проходили ли они тех минимум в соответствии с законодательством Российской Федерации? И самое главное, проходили ли они предрельсовый медицинский осмотр? Это вот все, что связано с водителями. По предприятиям. Давайте мы к предприятию еще чуть позже вернемся. Я хотел сейчас у Егора расспросить. Егор, как вы вообще оцениваете в целом, если говорить не про этот конкретный случай, но именно он нас подтолкнул на обсуждение, а вообще в целом по ситуации по пассажирским междугородным перевозкам? Насколько это безопасная сфера, не насколько там ответственные перевозчики? Давайте оттолкнемся от этого предприятия, на котором произошло. Буквально до передачи посмотрел. Уставной капитал у данного предприятия 50 тысяч рублей. И, грубо говоря, имея такое количество техники, имея целую организацию, строение и все остальное, иметь уставной капитал, грубо говоря, в 50 тысяч рублей, это никакой ответственности финансовой данная компания не принесет, если даже это признает суд. В большей степени на сегодняшний момент складывается такое подозрение, что в связи с тем, что на сегодняшний момент увеличивается стоимость на топливо, у нас и городские перевозки, и краевые неоднократно говорили о том, что им уже не на что существовать. И, естественно, предприниматели никогда не будут работать в убыток, в связи с тем, что увеличилась стоимость на топливо, скорее всего, предприниматели начинают экономить, увольнять сотрудников, запуская их в рейс один за одним, экономить на автозапчастях, экономить на резине. То есть жалко, конечно, что на сегодняшний момент еще нет тех данных, в каком состоянии техническом шел автомобиль, в каком здравом состоянии ехал водитель. Но сам факт того, что экономическая ситуация и стоимость топлива, оно сказывается у нас каждым годом все хуже и хуже. – Федор Григорьевич, тоже не могу спросить, ведь многие же задают вопрос, насколько вообще безопасно пользоваться этим конкретным перевозчиком, вообще междугородными автобусами. Но ведь эта компания, которая, к сожалению, в очередной раз стала фигурантом дорожно-транспортного происшествия с погибшими, это же, что называется, не шарашкина контора, которая, в общем, где-то в гаражах зарегистрирована. Это известный игрок. Почему так происходит? – Вот давайте говорить о том, что это другое юридическое лицо. То есть, когда я понимаю, о чем вы говорите, о Балахтинской трагедии, там участвовала автоколонна… – 1967. – 1967 Запад, в этом участвовала автоколонна 1967 Север. Так вот, если возьмем эту группу компаний, да, и там у них же абилатура наполовину одинаковая, у этой группы компаний большой объем перевозок, и, соответственно, на линию выходит в день до 80 автобусов. Соответственно, их автобусов больше находится на наших автодорогах. И удельный вес вот этой компании попасть в дорожно-транспортное происшествие как бы больше увеличится, так как, ну, больше автобусов. Давайте, если взять удельный вес этих групп, у компаний, у них где-то порядка в линию в день выходит 80 автобусов. То есть это очень много для перевозок. Вот о чем я хотел сказать. То есть доля попасть в дорожно-транспортное происшествие у них больше, нежели у другой компании, где 10 автобусов. Согласитесь же со мной. – То есть они просто больше ездят, поэтому вероятность попасть, к сожалению, в дорожно-транспортное происшествие… – Да, да, да. И больше машин в линии. – Я все-таки считаю, что если компания имеет большое количество перевозок, то и техническое состояние, и сотрудников они не должны были заставлять выходить подряд друг за другом. – Нет, подождите. А кто сказал, что автобус в технический неисправном состоянии? А кто сказал, что водитель не подготовлен к рейсу? – Пробственница погибшего водителя сказала о том, что их заставляли выходить. – Ну, это не факт. Вот я говорю, давайте мы будем подводить черту, когда будут закончены проверочные мероприятия и когда будут выявлены те или иные нарушения законодательства Российской Федерации. – Но я же правильно понимаю, что если… Вот сегодня действительно некоторые СМИ опубликовали заявление родственников о том, что их перегружали. Но будет же понятно по карточке, в какие рейсы, как часто этот водитель выходил? – Вот смотрите, существует нормативный документ такой, приказ номер 15 Министерства транспорта Российской Федерации об особенностях режима и труда водителей автомобилей. Вот дословно так звучит. В соответствии с этим приказом должен составляться график сменности. И, соответственно, если там были нарушения, то мы увидим это, потому что мы изъяли графики сменности, мы изъяли листы за месяц. И мы увидим, был ли нарушен, там же есть сколько водитель должен находиться за рулем, сколько водитель должен отдыхать, межсменный отдых. И нужно провести соответствующий анализ, были ли нарушения. Потому что водитель, когда ему предоставляются выходные, он должен отдыхать. То есть мы же не знаем, отдыхали или не отдыхали. Но факт то, что когда водители пришли на работу, они же пришли, прошли предрейсовый медицинский осмотр, они прошли соответствующие инструктажи, то есть они здоровы были. И утверждать я просто не могу так голосованно сказать, что водители были уставшие. Но все это, а в чине какого времени станет понятны какие-то... Я думаю, к концу недели у нас будет уже реальная картина. А Федор Георгиевич, а вообще в целом, если говорить не про этот случай и не про эту конкретную компанию, а вообще про междугородные перевозки, насколько то, что происходит, вызывает у вас тревогу, опасения, насколько это цивилизованный рынок, действующий по правилам? Вот на дорогах же находятся не одни автобусы, которые занимаются междугородними, межсубъектовыми перевозками, пригородными перевозками. Мы видим, что особенно федеральные трассы, это особенно Р-255, бывшая М-53, и Р-257, бывшая М-54, они просто перегружены, особенно большегрузными автомобилями. И порядка 70% это большегрузные автомобили. И вот в ту заполученную ночь я как раз утром выехал из Кызыла, у нас же территория большая, и где-то на границе уже Красноярского края, Хакасии, шел обильный снегопад. И вот то, что творится на дороге, то есть хамское движение тех же фур, которые идут с большой скоростью, которые выходят на полосу встречного движения. То есть получается у нас на дорогах как на войне, понимаете? Доедешь или не доедешь. И я говорю, я не выгораживаю ни водителей автобуса, не выгораживаю водителей фуры большегрузного автомобиля. То есть когда решение примут следователи, что вынесут, даже не они выносят решение, а суд выносит решение, кто виноват в этой трагедии. Вот наше ведомство, мы выясняем, были ли нарушения транспортного законодательства при подготовке этой поездки, чтобы вы понимали, чем мы занимаемся. Егор, это же действительно проблема, потому что многие люди же пользуются вообще непонятными перевозчиками, которые их находят, берут какую-то... Последняя история, когда в Боготольском районе сотрудники полиции сдержали автобус нелегалов, который вообще ехал без каких-либо документов. Но это тоже междугородные перевозки. Меня и настораживает тот факт, торговый комплекс «Планета», парковка перед планетой, там очень много стоят микроавтобусов, которые выполняют не только междугородние, они и международные перевозки выполняют. И настораживает тот факт, а в каком состоянии тот или иной водитель. Может быть, он только приехал с рейса, тут же загружается и едет обратно. На том же «Крас-ТЭЦ» на рынке, в Китай прям едут напрямую. И настораживает тот факт, что таких частных перевозок очень много становится, и неизвестно, как их контролировать. П. Георгиевич, а действительно их можно контролировать? Или это несут на ответственность? Вот давайте разграничим, что контролирует Ространснадзор. То есть Ространснадзор контролирует автобусы, которые вместимостью больше 8 человек. Сейчас предпринимательское сообщество, вот у нас была трагедия в этом году в Зижинске, где на микроавтобус повезли людей, и 7 человек погибших заехал. И это не наше полное, и мы не можем заходить. И предприниматель понимает, что Ространснадзор не может контролировать эти перевозки. И, соответственно, вот буквально вчера я получил информацию, что активно стали покупать микроавтобусы категории «Б» и подставлять их под рейсовые автобусы. Раскидывают по почтовым ящикам телефоны, расписания, что они могут в этих же информациях, что могут от подъезда к подъезду. Вот там действительно, там мы не знаем, водители какие работают, то есть у них нет медицинского обследования, не проходят водители предрельцев и медицинский осмотр. Транспортное средство не проходит предрельцев и технический осмотр. У перевозчика нет страхования ответственности перевозчика перед пассажиром. И когда происходит трагедия, тогда невозможно даже, ну, кто будет, ну, хотя бы материальный ущерб, ну, если, допустим, раненое – это одно, а если погибшее – это другое. И вот сейчас, ну, вот это активно развивается. Это не наши полномочия, это полномочия других структур. И, ну, это подходит под такси. Это такси контролируется органами исполнительной власти региона и органами ГИБДД. Что ж, заиграла музыка. И, знаете, в конце хотелось бы сказать очень, мне кажется, важную вещь. Заключается она в следующем, что, да, к сожалению, случаи аварий с большими автобусами, которые выполняют регулярные рейсы, они действительно, они становятся редкими, они происходят. Но нужно понимать, что в ситуации этой аварии люди погибшие получат возмещение, люди пострадавшие получат страховку. И хотя бы это как-то поможет тем, кто остался без близких или пострадал. Но в ситуации, когда мы с вами принимаем решение садиться в небольшой микроавтобус, и тогда никто ответственности вообще не несет. Да, это может быть быстрее, да, может быть, это дешевле, но это точно небезопаснее. И здесь, конечно, всем необходимо объединиться, чтобы вот с такими предпринимателями бороться и к ответственности их привлекать. Это была программа «После новостей». Хорошего вечера. Увидимся завтра.